Приветствую вас, дорогие друзья! В последнее время очень много игроков интересуется, какую Т6 конницу лучше качать. Также очень часто наблюдают дискуссии игроков по этому поводу. Диалоги типа «эта конница лучше, чем та», «пойдем на глобалку, я тебе докажу» В общем, много споров на эту тему. Также, к примеру, когда я рекомендую какую-либо конницу для прокачки, всегда находятся те, кто согласен с данной рекомендацией, и те, кто не согласен. А в последнее время мне все чаще стали рекомендовать присмотреться к рыцарям Ордена. Хотя я частенько ставил их на последнее место среди остальных Т6 отрядов кавалерии. Скажу так. Есть конные отряды, которые хорошо играют в соло, с другими отрядами лучше играть в пати. Третьи хороши на глобалке, а четвертые на захвате. Есть, скажем так, и универсальные отряды. И вот назрела у меня идея создать видео, в котором я расскажу особенности каждой конницы. Плюсы и минусы. А вы уж сами решите, какой отряд вам по душе. Но так как всех отрядов выкачанных до 30 уровня у меня нету, буду рассказывать про отряд, основываясь на высказываниях других игроков и на впечатлениях, которые возникают у меня после встречи в бою с тем-либо иным отрядом. И еще один момент, который стоит пояснить. Часто бывает, что видишь, как противник хорошо играет за какой-нибудь отряд конницы, а потом ты его берешь и толком ничего с ним сделать не можешь. Как правило, тут либо отряд не прокачан еще, либо ты что-то не так делаешь. В последующих видео я сделаю обзоры на каждый вид Т-6 конного отряда. А пока краткое описание. Первый отряд, с которого мы начнем, это Рыцари Ордена. Не потому, что это лучший конный отряд Т-6 уровня. Я, пожалуй, вообще воздержусь от подобных заявлений. Потому как лучший отряд будет для каждого свой. Начну с этого отряда, потому как в последнее время очень много кто их нахваливал. И мне говорили, что они имба. Я помню то время, когда Рыцари Ордена только появились в игре. Его можно было очень быстро выкачать. Ну, по крайней мере, быстрее, чем другие Т-6 конные отряды. И в натиске они наносили просто огромное количество урона. Помню, как я этим отрядом за два натиска нанес почти 2 миллиона урона. И это был непрокачанный отряд. Потом, конечно же, их понерфили. И они стали хуже своих оппонентов. Про них забыли. Они выпали из виду. А тем временем в игре периодически проходили балансные правки. Что же сейчас из себя представляет эта конница? Очень высокий урон в натиске. Я бы даже, наверное, сказал так. Один из самых высоких уронов в натиске. Большое количество здоровья и лучшая защита среди конных отрядов делают этот отряд ну очень живучим. В лучнике вообще быстрее устанут стрелять по рыцарям, нежели убьют их. Итак, хороший урон, прекрасная защита. Казалось бы, что еще нужно? Отряд имба. Но не так все просто. Это очень медленный отряд. Самый медленный конный отряд. К тому же им требуется достаточно большой разбег для натиска. И учитывая большое количество продвижения в игре, в осадах, в соло игре их будет сложновато реализовать. Потому как если вы движетесь в определенном направлении и вдруг там оказалось продвижение, чтобы развернуть отряд, вам потребуется уйма времени. Другое дело командная игра. Сочетание отрядов и грамотная игра позволит из рыцарей выжать огромное количество урона. Подводя итоги, скажу, что прекрасный отряд для командной игры и игры на глобальной карте. В соло игре будет сложновато их реализовать. На скринах вы можете наблюдать, как стоит прокачивать эти отряды. Скрины предоставлены опытным коневодом Рамзесом, за что ему большое спасибо. Следующий отряд – рыцари с копьями. Последнее время на этом отряде я очень много играл на стримах. И вы в какой-то мере могли уже составить свое мнение про него. Также я готовлю видео с тестами, но давайте разберем его достоинства и недостатки. Если про рыцарей ордена я говорил, что этот отряд для соло игры, то рыцари с копьями – как раз тот отряд, который хорошо реализовать в соло игре. С моей точки зрения, это второй по живучести отряд, а наличие щита и эффектов на уменьшение урона от стрелков делает этот отряд серьезной угрозой для всех стреляющих отрядов. Вишенкой на торте у этого отряда является умение сигнал к атаке, во время которого отряд стремительно движется за героем и наносит огромное количество урона. Стоит быть осторожным, сражаясь против продвиженцев и алебард. Также построение коробкой стоит сначала разрушить, а потом заводить туда рыцарей. Сражаясь в осадах, нужно стараться отыгрывать от сигнала к атаке. В остальном стараться избегать ближнего боя, так как их достаточно могут быстро убить. Несмотря на то, что они более маневренны, чем рыцари ордена, скорость у них все же небольшая. Как и трог, отряд хорош для соло игры в осадах и захватах. Что касается глобальной карты, то как по мне, есть отряды и получше. Двигаемся далее. Крылатые гусары. Самый лучший натиск в игре. Не стоит путать с самым мощным, а лучше он потому, что остановить его нельзя. Они проходят сквозь любой отряд. В некоторых случаях, например, в случае атаки продвижения, могут быть потери. Очень хороший отряд для первой волны. Отправляя гусар первыми в натиск, вы пробиваете дорогу для остальных конных отрядов. К примеру, тех же рыцарей ордена. Натиск гусар это их основное достоинство. Но также у них есть неплохой рубящий урон в ближнем бою. Хотя в целом, ближнего боя нужно стараться избегать. В какой-то мере можно сказать, что конница на пару натисков. Зато каких? Если нужно подчистить точку, крылатые гусары это то, что нужно. К недостаткам также можно отнести и то, что у отряда нет хорошего построения. Брать крылатый гусар можно на все режимы, как в соло игре, так и в игре в пати. Огненная кавалерия. Это у нас уже следующий отряд. В последнее время не так часто встречается. Или мне просто не везет. Самое большое количество здоровья из всех конных отрядов. И шайтан-палка, или как ее еще называют, трехствольное ружье, делает этот отряд смертельно опасным соперником в ближнем бою. Мало какой герой сможет пережить залп этой конницы. А если еще взять в расчет, что они наносят дробящий урон в ближнем бою, а как мы знаем у всех отрядов защита дробящего урона очень маленькая, в общем, машина для убийства в ближнем бою. На данный момент вы видите скрин прокачки данного отряда. Сразу скажу, он неверный. В том плане, что прокачивать нужно по верхней ветке до упора. Так как у огненной кавалерии нет ни пики, ни копья, соответственно натиск этой конницы не такой страшный, как у тех же рыцарей Ордена. Но как натиск второй волны очень даже хорош. Также еще отметим, что этот отряд наравне с рыцарями Ордена самый малочисленный. Всего лишь 16 воинов в отряде. Очень хорошо подходят для соло игры. Для глобальной карты тоже будет неплохо, но крылатые гусары и рыцарь Ордена, как по мне, все же поважнее будут. Тут все зависит от ваших целей. Садники с Чакану. Отряд Заноза. В захватах не продохнуть от них, особенно если там пати игроков и все с Чакану. Один из самых быстрых отрядов, основным достоинством которого является их многозарядный арбалет Чакану, с помощью которого они просто выкашивают противников. Добавим сюда маневренность, и получается у нас просто прекрасный отряд для выведения противника из себя. Замечательно подходит для игры и в соло, и в пати, и на осадах, и на захватах, но при всем при этом на глобальной карте, при боях 15 на 15, эффективность этого отряда намного меньше, чем кажется. При захвате пустых территорий, да, хорош. А вот при больших битвах, все же те же крылатики или рыцари ордена, да и та же огненная кавалерия будут получше. К недостаткам Чакану относится малое количество здоровья. Их очень любят лучники. Да и отряды со щитами в ближнем бою с ними справляются достаточно быстро. Так что играя за Чакану, нужно стараться избегать ближнего боя. Что при грамотной игре не так сложно сделать. Ну и последний конный отряд, который на данный момент есть в игре, это богатуры. Ну очень неоднозначный отряд. Непонятно пока на данный момент назначение данного отряда. У воинов отряда в руках два меча, с помощью которых они должны уничтожать вражеские конные отряды в ближнем бою, да и пешие отряды также должны страдать по идее. Но большое количество продвижения плюс стрелковые отряды просто не дадут развернуться данному отряду. Очень маленькая защита. Только и спасает высокая маневренность. Как по мне, единственное применение для данного отряда это захваты. Может кто-то уже наиграл много битв за этот отряд. Напишите свое мнение в комментариях, будет очень интересно. На этом все. Всем добра. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok